Это была всего лишь графика, но вполне может стать реальностью случаев серьезных подземных толчков. Они в Дагестане возможны и, как предупреждают ученые, вероятно, в скором времени. Мы живем в сейсмически опасной зоне. Вообще весь Кавказ — это сейсмически опасная зона. Поэтому избежать событий невозможно. А самое главное — это нужно строить качественно. Порядка 200 тысяч может пострадать в результате землетрясения только в Махачкаре. Тысячи многоэтажек, миллионы людей. Славный город Махачкала, где, согласно неофициальной статистике, проживают более миллиона человек. И почти добрая половина из них живут в многоэтажных новостройках. К слову, далеко не все из которых соответствуют так называемым требованиям сейсмобезопасности. Ужасная трагедия. В Турции и в Сирии еще один неприятный, но повод вспомнить об этом и, наконец, начать что-то предпринимать. То, что предполагается сейсмические большие события на территории Дагестана, мы про это писали не один раз. И ставили взятие руководства республики. Они это знают. И МЧС тоже самое. От этого никуда не деться. Идет горообразование, я уже говорил, и естественно происходят сейсмические события. В целом же землетрясения в Дагестане происходят каждый день. Это подтверждает и единая геофизическая служба ран. Вероятность сильных подземных толчков в республике в ближайшие 10 лет очень высока. Средний срок между крупными землетрясениями на территории республики составляет 50 лет. Это последнее было зафиксировано еще в 1970 году. Нашим наблюдением в прошлом 2022 году в республике и приграничных территориях было зарегистрировано около 4000 землетрясений. Это значит, что практически ежесуточно, если 365 дней у нас в году, то теперь 4000 дней на 365. Получается, почти каждый день, и не одно, а несколько событий происходит. Но большинство из них, конечно, мы люди, не ошушали, а инструменты это все ошушали. Самое главное событие произошло 8 декабря с эпицентром в Гунибе. В Махачкале где-то 4,5-5 баллов ошушали, а в эпицентре было 6 баллов. А дело в том, что наблюдение ученых уже показало, что идет миграция сейсмичности со стороны анатолической платформы. Это как раз в той территории, где и произошла череда землетрясений. Однозначно, что магнитуда колебания с юга Ирана, Азербайджана в 30-35 год достигнет Дагестана. Поэтому должны быть приняты превентивные меры. Мы отдельно из них знаем, и должны быть исследования с приглашением крупных ученых российских. Нам собственными силами не справиться с этой задачей, не только по компетенции, но и по объему работы. Должны быть приглашены крупные сейсмики, геологи, гидрологи, должны быть приглашены в Дагестан для консультации, исследования и принятия мер, чтобы мы были во всеоружии против этой беды, тектоники. Сейчас меры никакие не предпринимаются? Сейчас писанины много, реальных я не вижу. В частности, речь идет о сейсморайонировании. По данным экспертов, оно не проводилось в республике более 35 лет. Для чего это нужно? Чтобы знать, какие колебания земли возможны на определенной территории, и строить такой дом, который при землетрясении будет нести за собой наименьшую угрозу. При проектировании здания также необходимо знать состав и свойства грунта. К примеру, два одинаковых здания находятся в 300 метрах друг от друга. Одно из них на скальном грунте, другое – на рыхлой земле. В первом случае при сейсмическом событии воздействие настроения будет на 2 балла ниже, во втором, соответственно, на 2 балла выше. То есть при землетрясении в 5 баллов в первом будет ощущаться 3 балла, а во втором – 7 баллов. Разница ощутимая. При Советском Союзе за этим строго следили. И каждые 10 лет проводили сейсмирование. Потому что свойства грунтов меняются. Тем более у нас в Дагестане. Не забывайте Каспий. Уровень гуляет. А раз меняется гидросфера, значит меняются грунты. В прошлом году найти цели из федерального бюджета вроде как и планировали выделить средства. Но они так и не дошли до республики. Комитет по архитектуре и градостроительству Дагестана принял решение отказаться от них. У чиновников на это свое объяснение. Для республики Дагестан фактически по всей территории установлена 9-бальная зона. Соответственно, сегодня все здания, сооружения, которые строятся в республике Дагестан, они должны соответствовать 9 баллам. Это максимально возможный балл, который СП предусматривает. Сейсмаронирование, наверное, важное и нужное мероприятие, но оно может привести, допустим, к уменьшению баллов, но не к увеличению. Ученые с этим категорически не согласны. Они убеждены, это важная составляющая для безопасности региона. И строятся ли все здания с учетом 9-бальности – тоже вопрос, требующий детального изучения. Вот эти 9-бальные зоны 8-7, 6-7. Нет ни одной монолита, что вся зона 9-бальная. А теперь ответьте мне на один вопрос. В 6-бальной зоне зачем строить 9-бальный дом? То есть это нелогично? Нелогично, потому что стоимость 9-бального дома и 6-бального дома очень большая разница. Поэтому мы говорим, что нужно проводить микросейсмаронирование, потому что эти ареалы бальности меняются. Потому что земля живет своей жизнью. И поэтому говорить, что все дома построены 9-бальные, но я просто в это не верю, потому что застройщик же не глупый человек. Чтобы платить деньги на 7-бальной территории строить 9-бальный дом. А если в цифрах, то это какая разница? Мне сложно, потому что это зависит от этажности, площади. Это миллионы. Да, это миллионы, это десятки миллионов рублей. Поэтому мы говорим, что нужно обязательно провести сейсмаронирование, микросейсмаронирование города Махачкалы. Во-первых, город увеличился почти в два раза. Кроме этого, на новых территориях я не знаю, проводилось ли сейсмаронирование или нет. Но, по крайней мере, официально государственные органы не проводили. На необходимость проведения сейсмаронирования указывает и бывший первый заместитель министра строительства республики Мурат Алиев, хорошо знакомый со спецификой работы ведомства. То, что касается Махачкалы, если говорить, проведение сейсмического микрорайонирования или, так скажем, геофизических исследований, в Махачкале обязательно и необходимо. В Махачкале в его пригородах идет также интенсивная многоэтажная застройка домов. Строить современные дома – это в сепараторном поселке, редукторном и в других районах. Также мы не должны исключать и склон горы Таркетал, где является оползневой зоной. Поэтому это очень опасно, если мы сегодня эту проблему не поднимем и не доведем ее до конца, конечно, не дай Аллах. Качественное строительство – еще один важный пункт, который стоит рассмотреть в рамках сейсмобезопасности. К тому, как возведены некоторые многоэтажные дома в республике, у экспертов также масса вопросов. У нас в республике более 400 зданий, которые без документов, без ничего на своих участках построены. Просто построили и убежали. Построили и убежали. Надо соблюдать технологию. Если будем соблюдать технологию, тогда проблем не будет. Вот технология качества, культура строительства называют, чтобы бетон был качественнее, арматура была очищенная. Основная масса застройщиков – это мастера экономии. Такое смелое заявление делает заслуженный строитель Дагестана Амар Амаров. По его мнению, в республике у нас две беды. Отсутствие чувства ответственности и желание заработать побольше денег – без оглядки на риски. Не собираюсь пугать. Я просто хочу, чтобы люди знали, может быть, это поможет им уберечься. Но масштабы будут катастрофические. Не дай Аллах, чтобы у нас было такое землетрясение, как Турция. Как Вы считаете, какие основные наши проблемы? Почему бы так вышло, что все настолько плохо? Ну вот я и говорю, чувство ответственности за то, что ты делаешь – это не только строителей касается. Это касается и на всех этапах этого процесса – и проектирования, и гидрогеологии, и производства стройматериалов, и, собственно, само строительство, и контроль за всем этим. Не на том уровне, чтобы быть за этим спокойным. Какой-то элемент обреченности есть в этом всем. Тут возникает вполне логичный вопрос – а что делать с тем, что уже построено, но некачественно? Ответ на этот вопрос давал еще в 2010 году кандидат экономических наук Михаил Чернышов. Тогда, будучи советником президента Дагестана, основываясь на исследованиях геологов, эксперт предлагал программу по тому, как республике избежать реальную перспективу братской могилы. Потому что я так говорил о чем? О том, что необходимо эту задачу сейсмобезопасности сделать одной из стратегических. И тогда еще выдвинулась идея о инновации Махачкалы. А что подразумевалось? Что подразумевалось? Людей надо провести сейсмообследование. В самом деле нужно обследовать дома. Нужно выявить, которые можно усеять, а которые надо сносить. И вот из тех домов, которые надо сносить, людей надо куда-то пересерять. И в принципе тогда тему инновации поднимали. Старители говорят, мы в принципе готовы. Пока власти бездействуют, заботиться о себе стоит самому. Юрист Арсен Магомедов уверен, при покупке жилья обязательно надо проверять на качество дома. В целях сэкономить не стоит подвергать себя риску. Бывают такие стройки, которые вот они вот наладом дышат. До серьезного толчка. А покупку точно не делают из построительных экспертов. Потому что зачастую наши застройщики это люди без образования. Допустимо ли предпочитать качество банальный навар в виде денег? Вопрос риторический. Но очевидно одно, мы оказались в обстоятельствах, когда квадратные метры оказались дороже человеческих жизней. Угроза есть. И какие-то меры предпринять все же необходимо. Какие именно, решать конечно же экспертному совету. Ученые к действиям готовы. Главная их просьба быть услышанными властью. Возьмите на письме. Предпоми. Учинные дни. Развощи мы. Возьмите на письме.